Привет всем зрителям! Это Фил Хит, пятикратный мистер Олим, и это моя мотивация. Одной из моих целей, что я ставил для себя, когда начинал путь бодибилдера, было трансформировать мое тело со 180 фунтов до 250. Это заняло много времени, грубо говоря, целых 13 лет, но я смог достичь этого. Одно из немногих, за что я люблю бодибилдинг, это то, как фитнес-движение делает жизнь других людей лучше. Люди стремятся улучшить свой образ жизни, и все, что я делаю на этом пути, имеет крайнюю цель. Улучшить то, как я чувствую себя внутри, и то, как я выгляжу снаружи. Мой тренировочный сплит состоит из шести тренировочных дней и один день отдыха. Стараюсь начинать тренировочную неделю с тренировки ног. С утра я тренирую задние мышцы бедра, а вечером того же дня — квадрицепс и икры. Далее у меня идет день тренировки грудных. После день спины, плеч, рук. И снова день тренировки ног. После этого весь цикл тренировок повторяется. Иногда после тренировки ног в конце недели я делаю еще одну тренировку ног по программе первого тренировочного дня. После этого у меня трехдневный отдых. Так что ноги я обычно тренирую дважды в неделю. Я люблю делать так, потому что чувствую, что ноги всегда могут стать лучше. То же самое касается и спины. Сначала я делаю упражнения на ширину спины, а в конце на толщину. Я люблю менять порядок и делать ту же тренировку с другими упражнениями. Это по-настоящему шокирует мои мышцы. Я считаю, что это помогло мне добиться отличного телосложения за последние несколько лет. Обычно я тренируюсь в диапазоне 8-12 повторений в 3-5 подходах. Отдыхаю чуть менее двух минут. Этого времени достаточно, чтобы получить отличный памп и восстановить силы, для того чтобы выполнить все, что ты задумал на данной тренировке. Я использовал различные принципы в тренировках. В основном это принципы Вейдера. Также я бы упомянул о принципах Дориана Ятца. В одно время мне нравился метод Дориана Ятца, потому что брать максимальный вес и делать с ним так много повторений, насколько возможно, это настоящее испытание. В то же время я понял, что риск травмы достаточно высок, поэтому я должен стараться найти грамотное сочетание этих тренировочных принципов. Также я использую ФСТ-7. Этот метод заключается в следующем. Берем базовое или изолирующее упражнение и делаем его в конце основной тренировки на 8-12 повторений в 7 сетах с небольшим 30-секундным отдыхом. В моих тренировках были ошибки, и большинство из них пришлись на мое лифтерское прошлое. Я ставил себе недостаточно высокие цели. Боялся повесить на гриф пару лишних блинов. Понимая, что я не смогу на каждой тренировке ставить личные рекорды касательно веса, я бы мог увеличивать интенсивность с теми же весами. Это означает, что иногда у меня не было желания вешать нажим лежа все блины в зале. Но это не значит, что я не могу сделать больше повторений на 80 или 90% от рабочего веса. И, честно сказать, именно это и помогло мне в дальнейшем значительно увеличить свой прогресс. Я смог достичь такой мускулатуры без лишних травм. Но это я осознал уже позднее, потому что я был, как и все молодые люди, которые хотят поднимать больше всех в зале. Но нужно понимать, что просто поднимая больше всех не делает тебя лучшим бодибилдером. Мой рацион питания включает 6-8 приемов пищи в течение дня. Стараюсь получить от 60 до 75 грамм протеина с каждой пищей. Когда я просыпаюсь с утра, то, конечно же, сначала выпиваю стакан воды, мультивитамины или что-то похожее. И чуть позже всегда ем какой-нибудь вид овсянки или риса с яичными белками и куриной грудкой. И позже в течение дня ем грудку, говяжий стейк и рыбу, как главные источники белка. Комбинирую эти приемы с приемами белого или коричневого риса, белого картофеля и пасты. Это мои главные источники углеводов. Главная цель межсезонья — понять и поэкспериментировать с различными приемами пищи. Понять, что лучше подходит для твоего организма, особенно в период соревнований. В момент подготовки рацион примерно тот же, за исключением углеводов. Я урезаю их количество. Вместо 60-75 грамм углеводов в межсезонье, перед соревнованиями я урезаю их в два раза. Три аспекта успешного питания. Я бы сказал так. Первое. Нужно иметь план. Напишите свой план питания и обязательно придерживайтесь его. Второе. Когда вы начнете придерживаться плана, то вам стоит проверить, овселе белки, которые вы потребляете, хорошего качества. Вам нужна диета с качественными источниками белков. Лучше избегать различные продукты, которые не являются источниками высококачественного белка. Я имею в виду такие источники, как фасоль и чечевица. Третье. Будьте последовательны. Понимаю, что вы можете быть немного раздраженными или нервными из-за того, что стали получать меньше сахара с приемами пищи, чем раньше. Но поймите, снижение уровня сахара помогает бороться с лишним весом. А увеличение высококачественного белка и умеренного количества углеводов помогут вам добиться тела своей мечты. Но также не забывайте пить достаточное количество воды, потому что вода помогает вашему организму в различных процессах. Но также выпивая достаточное количество воды, вы можете быть уверены, что вся пища, которую вы едите в течение дня, будет хорошо переварена и абсорбирована организмом. Без воды вашему телу будет плохо, не только касательно потребленной пищи, но и касательно вашего самочувствия и вашей тренировки. Нашему телу очень нужна вода. Мы на 80% состоим из воды. И если мы пьем мало воды, то ни спортивные добавки, ни убойные тренировки не помогут нам в достижении цели. Что касаемо спортивных добавок, то вы знаете, что у меня есть своя продуктовая линия. Gifted Nutrition. Что я понял, имея свой бренд. Я постарался получить некоторые очень крутые ингредиенты и добавил в них различные виды протеина, BCAA, креатина, глютамина. Главную вещь, которую я всегда говорю людям, вы всегда должны принимать какой-либо вид протеина. Основа моего выбора – это сывороточный протеин или изолят сыворотки. Мне очень нравится со вкусом шоколада, но мы имеем и другие хорошие вкусы. Я люблю добавлять скуп протеина в свою овсянку утром. В течение дня стараюсь пить BCAA. Мне нравится со вкусом арбуза и фруктового пунша. Их я могу пить целый день. Также я отмечу добавки с содержанием глютамина. Они очень сильно помогают в восстановлении, особенно, когда я нахожусь на подготовке, потому что в этот период нагрузки вырастают, и мне нужно быть уверенным, что я выполню свой план упражнений и повторений, особенно это касается ног. Так что это те немногие добавки, которые я регулярно употребляю. Также мне нравятся мультивитамины. Когда я понимаю, что не получаю с пищей достаточное количество витаминов и минералов, то я включаю их в свой рацион. CLA, GLA, DHA являются источниками хороших жиров и помогают в работе мозга и иммунной системы. Также в протеин я добавляю такой ингредиент, как вельмун, который помогает укрепить иммунитет. Он довольно хорошо помогает мне, особенно, когда я путешествую по миру и пытаюсь быть здоровым не только внутри, но еще и снаружи. Самое главное, что помогает мне оставаться замотивированным, это тонны и тонны сообщений от людей, которые меня поддерживают. У меня большое количество фанатов, которые пишут мне слова поддержки на Фейсбуке, Инстаграме и других социальных сетях. Также мои спонсоры и та трансформация, которая произошла со мной в течение последних лет. Когда я начинал тренироваться, то сделал несколько фотографий. И сейчас, когда я на них смотрю, это огромная мотивация. На мне это работает так. Я смотрю и говорю себе. Мне не нравится, как выглядят мои руки, поэтому мне надо идти и тренировать их с большим усилием. Мне не нравится, как выглядят мои икры или задние мышцы бедра. Я задаю себе вопрос, что мне нужно сделать, чтобы это изменить. Что мне нужно изменить в своей тренировке или питании. Также я должен сказать, что давая это интервью, я понимаю, что все, что я скажу, коснется сердца миллионов людей по всему миру. Мой пример мотивирует людей выходить на новый уровень в развитии своего тела. И когда я встречаю их вживую, особенно здесь, на Power Pro Show, они заряжают меня мотивацией. Всегда подходят и говорят, «Привет, Фил, мы любим тебя». Я такой, «Вау!» Это сильно поднимает мой дух, особенно когда у меня плохое настроение или я нахожусь на сушке. Когда мне нужно бороться с собой, выполняя кардио, или необходимо сделать несколько дополнительных повторов в приседаниях. Я вспоминаю все те сообщения, что я получал за все годы, за всю свою карьеру, от людей, которые действительно болеют и переживают за меня. Потому что, отдавая позитивную энергию людям, они обязательно ответят тебе тем же. В этом весь я. Для тех людей, которые испытывают недостаток мотивации, я посоветую сходить на соревнования по бодибилдингу. Потому что даже тот факт, что большое количество соревнующихся девушек проходят через сложнейшие этапы подготовки, недели тяжелейших тренировок, годы упорного труда, им нужно было полностью изменить свой образ жизни, чтобы судьи могли оценить их со сцены в течение нескольких минут. Это не значит, что вы тоже должны пойти соревноваться. Но увидев их, вы поймете ради чего. Они пожертвовали этим. Каждый раз, когда я нахожусь на соревнованиях, я вижу молодых людей в аудитории зрителей. Они очень удивленно смотрят на спортсменов и думают, как им стать поближе к ним. Они не знают, как быть такими же замотивированными. Но каждый раз, когда они видят меня или другого спортсмена, они говорят, «Вау, это того стоит». Они начинали с нуля, а теперь они на сцене среди сильнейших спортсменов. Значит, и я смогу так же. Тем людям, которым нужна мотивация. Используйте социальные медиа, смотрите видео. Может быть, вы найдете людей, которые будут похожи на вас и с теми же данными. Что касается меня, то я стараюсь следить за людьми, которые стремятся к совершенству, которые выигрывали соревнования. Я всегда старался окружить себя людьми чемпионами, чтобы понять, а как это быть чемпионом. Сейчас такая возможность есть у каждого, у кого есть интернет. Следите за людьми, которые достигли успеха или стремятся его достичь. И пока я не закончил. Музыка. Я всегда храню на своем телефоне плейлист. И каждый раз, когда я иду в тренажерный зал после тяжелейшего дня, я надеваю наушники, стараюсь забыть все проблемы и сфокусироваться на железе. Мне кажется, вам тоже стоит это попробовать. Спасибо за просмотр. Миршет Эрф. Goodbye. See you soon. Thanks. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok